Итак, лауреат Национальной литературной премии «Писатель года» в номинации «Дебют» Ульяна Васильева-Лавриеня. На её столе символ Национальной литературной премии «Писатель года» — статуэтка в форме пера. Сама Ульяна Васильева-Лавриеня, таков литературный псевдоним у нашей героини, писать любит простым карандашом. Говорит, так мысли легче облекать форму. Простой карандаш, простые, кажется, мысли, но так ярко выражены, что, как говорится, зачитаешься. Хотя о писательстве Ульяна задумывалась всегда, приняться за дело долго не решалась. Мне вообще было легко, я счастливый человек. Представляете, это восьмой ребёнок в дружной семье, где все взрослые, все, ну, настолько взрослые, да, все старше меня, все чему-то учат, все как-то поддерживают. И по вечерам телевизора же не было, в общем-то, в хуторок Волгоградской области, туда, в общем, занесло вот этим вот ветром, так скажем, житейским. Единственное, что было, чем занять вечера вот эти книги. Читали вслух, читали по очереди. Семья для Ульяны в девичестве Васильевой всегда была опорой. Папа, образованный и воспитанный в московской интеллигентной семье, был примером. Преподавал географию, вовлекая в мир наук детей, в том числе самую маленькую Ульяну. Так, после окончания школы девочка решила попробовать себя в области журналистики. Честно скажу, хотела поступать на журфак в МГУ. Заканчивала школу, и были все предпосылки к этому. Приехала в Москву, мы с подружкой вдвоем. Приехали, я приехала в МГУ на журфак подавать документы. И вот, понимаете как, когда девочка из деревни, закомплексованная. Я посмотрела, кто там подает документы вместе со мной. Какие там девочки, какие мальчики, в сопровождении каких родителей. И я себе сказала, куда ты? Та неуверенная девушка сделала тогда другой выбор. Поступила в ветеринарную академию. Говорит, не жалеет. Там встретила мужа, создала семью. Однако желание писать не оставляла, не отпускала. Как и в семье ее родителей, так и самой Ульяны, чтение стало основным досугом. А занятие с детьми стимулом к написанию первых рассказов. Ну вот, сейчас вот еще немножко, и я вот сяду, начну писать. Ну вот еще, вот еще там что-то сделаю и буду писать. Вот еще что-то сделаю, а потом думаю, а что, собственно говоря, есть ручка, есть тетрадка, есть в конце концов ноутбук, там вордовские программы. Что мешает? Сядь и напиши. В конце концов, попробуй. Проба подверглась анализу и испытанию. Строгая семейная жюри вынесла вердикт. Надо писать. Так, у автора накопилось несколько рассказов, как она сама говорит о жизни, о людях, судьбах и отношениях. Первое, что сделала, это вот этот известный сайт «Проза.ру». Я разместила там первые свои рассказы. Пошли хорошие отзывы, рецензии. И увидела, что там есть конкурс «Писатель года», «Есенинский конкурс», конкурс имени Сергея Есенина и «Наследие». Ну, как это, знаете, когда ничего не знаешь, страха-то нет. Поэтому я вот так запросто отправила туда свои работы. Значит, три рассказа. И, в общем-то, когда отправляла, я посмотрела, кто в членах жюри. И думаю, ну, хотя бы пробегут взглядом. Среди трех тысяч участников Ульяна Васильева-Лавриени стала первой. Первый ее же рассказ «Горький», отправленный на суд строгого литературного жюри, несомненно, затронул за живое и покорил экспертов. И когда вдруг я вышла в финал Есенинского конкурса, ну, это был шок. Это был шок. Потом подвели итоги по «Наследию». И вот в результате это вот звезда третьей степени этого конкурса. И когда подводили итоги «Писатель года» номинации «Дебют», и мне сказали, что я вышла в финал, ну, думаю, в финал это вообще уже круто. Премия представляет собой контракт на издание книги лауреата, финансируемой Российским Союзом писателей. Так что скоро в свет выйдет издание Ульяны Васильевой-Лавриени, где читатель сможет узнать о той девочке, которая мечтала, стремилась и наслаждалась каждым моментом, воспоминаниями и желаниями, о той женщине, сумевшей стать по-настоящему счастливой. Лилия Тимеева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».